В том, что Дагопилский городской автобусный парк нуждается в обновлении, сомнений нет. А вот какие автобусы в недалеком будущем начнут курсировать по городским улицам, вопрос до сих пор открытый. Пока специалисты муниципального предприятия Дагопил Сатексмы только присматриваются к автобусам нового поколения, изучают их технические характеристики, стоимость и проводят тестовые поездки. Минувшую пятницу на линию вышел один из таких автобусов – Низкопольный и Солярис Урбина 12. Его главное отличие – он работает исключительно за счет потребления электроэнергии. Есть и целый ряд других преимуществ. Срок службы автобуса будет намного больше, чем сейчас, который мы эксплуатируем автобусы. Почему? Потому что здесь отсутствуют силовые агрегаты, такие как двигатели, коробки передач, карданы и прочее навесное оборудование, которое требует эксплуатации, замены и ремонта. Преимущество, я считаю, этих автобусов в том, что они экологически чистые, значит, в эксплуатации будет меньше расходов затрачиваться на них, и автобусы будущего. Оказавшись в салоне такого автобуса, первое, на что обращаешь внимание – полное отсутствие шума. Кроме этого, данная машина оснащена пантографом, таким, как в трамваях и троллейбусах. Также автобус имеет два режима подзарядки – длительный и промежуточный. Автобус оборудован с кондиционером, с подогревом. Будет тепло и будет прохладно. Сам думает, среднюю температуру, всем было хорошо. Хорошо. Что еще? Это наша новая модель, которая сделана намного легче при ведущей модели, которая тоже катается по вашему городу, и электротранспорт намного тише. Значит, это получается, пассажир может почувствовать на легковой машине, когда переключаем скорость, если бззз-бззз, а электротранспорт, он плавно переходит, у него нет передач. Намного тише, приятнее. Данная модель автобуса потребляет 100 кВт в час электроэнергии. На подзарядку требуется примерно 2 часа. Этого вполне достаточно, чтобы проехать 150-180 км. Мы привыкли видеть и работать с дизельными двигателями. На сегодняшний день придуманы довольно экологические дизельные двигатели Евро-6. Мы также в прошлом году изучали несколько автобусов с данными двигателями. И они надежнее, проще и, наверное, привычнее. Данный автомобиль, он интересен. По городским маршрутам он будет курсировать включительно до 11 июня. Так что у горожан еще будет время дать ему свою оценку. Приятно, что компании на данный момент идут на встречу с самоуправлением, предлагают такие экспериментальные поездки, потому что именно в них можно видеть, как себя чувствует автобус на конкретном маршруте. Или это будет маршрут на Новый Форштадт, или это будет маршрут на Крыжи, или это будут колкуны, или это будет ругели, или это будет химия. То, конечно, мы в каждом маршруте увидим те плюсы и минусы, которые есть. Для справки. Стоимость данной модели электроавтобуса составляет порядка 400 тысяч евро.